МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Пассажиры перевозки, забастовки, разногласия. Сегодня формат обсуждений проходил в форме общественных слушаний в Доме дружбы. Больше никаких очередей. Республиканские поликлиники переходят на новый формат обслуживания. Живи без боли. Благотворительный концерт в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями, прошел в Кумырском театре. Сегодня Владимир Путин выступил с ежегодным посланием в Федеральному собранию. В мероприятии принял участие руководитель Дагестана Владимир Васильев. В этом году церемония стала 15-й для президента России. Помимо депутатов и сенаторов были приглашены также члены правительства и госсовета, председатели конституционного, верховного и высшего арбитражного судов, представители общественной палаты и многие другие. Глава государства озвучил приоритетные направления работы властей, рассказал об основных проблемах и путях их решения. Ветер, разгулявшийся накануне в Дагестане, нанес колоссальные ущербы в городах и районах республики. Так, в Тарумовском районе 16 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Сегодня на территории Дагестана остались отключенными от электроснабжения 107 населенных пунктов четырех муниципальных образований Буйнакского, Дзербенского, Левашинского и Гергебельского районов. Это около 43 тысяч человек. В настоящее время идут аварийно-восстановительные работы. К ликвидации последствий происшествия привлечено 37 аварийных бригад и 40 единиц техники. Организация пассажирских перевозок на маршрутных такси. Одна из самых обсуждаемых тем в столице Дагестана за последний месяц. Недовольство людей выливается уже в отдельные протестные акции. Проблема, по словам экспертов, не только социальная, но и экономическая, если иметь в виду налоговые поступления в бюджет. Отчего и появилась необходимость в обмене мнениями представителей разных структур, отвечающих за порядок на транспортном рынке. С общественных слушаний сюжет Патемат Ханаповой. Повышение тарифа, забастовки водителей, маршруток и теневой транспортный бизнес. Сегодня обсуждение по этим злободневным темам проходило в форме общественных слушаний в Доме дружбы. Мнения, разногласия и доводы. Поговорить о проблемах отрасли пришли чиновники Минтранса, представители профсоюза, общественники, журналисты и сами водители. У каждого здесь своя правда. Позиция Министерства транспорта неоригинальна. Главное исполнение закона дает понять, что ценевая политика не их стезя, и вмешиваться они туда не намерены. Позиция Министерства транспорта, что нужно стоять строго на букве закона. Законодатель сегодня полностью описывает процесс организации перевозок в Российской Федерации. Значит, сегодня закон стоит на страже здоровья и безопасности пассажиров. И мы всячески поддерживаем и будем неукоснительно выполнять и требовать выполнения законодательства Российской Федерации. К ним близка позиция Ространснадзора. Безопасность пассажиров превыше всего. Изношенность транспорта и отсутствие контроля за водителями, причина дорожных происшествий и средний возраст маршрутных такси по Махачкале составляет 13 лет. И при том, по словам экспертов, ни одна компания из 8 действующих по городскому округу 100% на закону не соответствует. Мне кажется, надо в корне меня, надо нам создать предприятие, действительно в классическом его варианте, у которого все есть. Если пока это не будет, мы будем очень часто собираться. И еще, я думаю, все вы согласитесь, нужны новые комфортабельные автобусы. Если эти же перевозчики, например, имеют ввиду 6-8, они могут это делать, ради Бога, мы приветствуем. И Ространцзор, к ним вопросов не будут. Если у них будут условия для проведения предельства медосмотра, если у них будут условия для проведения предельства технического осмотра, если у них будут билеты, если у них есть мойки, какие вопросы к ним нету? Пожалуйста, если это будет, вопросов нету. Обсуждения и встречи идут своим чередом, но при этом цена на проезд в маршрутном такси до сих пор окончательно не зафиксирована. Несмотря на разные взгляды и неоднократные конфликтные ситуации, некоторые перевозчики отказываются поднимать тарифы, обвиняют назорные ведомства в лоббировании интересов определенной компании. Тем временем обоснованность поднятия тарифа будет проверять антимонопольная служба, в частности, на предмет наличия сговора между перевозчиками. При подтверждении данного факта транспортным компаниям, поднявшим проезд, грозят штрафные санкции. Батимат Канабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. Яхты и чистые пляжи в Махачкале. Все это вполне реально, считает новый глава города Салмандо Дайв и министр туризма Дагестана Расул Ибрагимов. Накануне состоялось очередное совещание, посвященное туристическому потенциалу столицы республики. По словам Ибрагимова, имеющиеся причалы пока не совсем подходят, так как в порту стоит множество кораблей, которые находятся там на ремонте. И они будут мешать заходу круизным судам. Сейчас совместно с имущественным комплексом подберем участок, именно на том месте, где сейчас пляжи не оборудовано. Посмотрим определенно в наиболее привлекательном месте, чтобы там было интересно и с точки зрения транспортной логистики для наших жителей, и для того, чтобы возможно было там организовать именно досуговую часть. В свою очередь, Салман Дадаев для решения обозначенных вопросов предложил создать дорожную карту. Поликлиники Махачкалы нашли способы избавиться от очередей благодаря разделению потоков больных. На тех, которым нужна неотложная помощь, кто пришел по записи, и на тех, кто обратился за получением справок. На новый формат работы до конца этого года перейдут 26 медицинских учреждений. В пилотный проект вошли детская поликлиника номер один, номер четыре и первая взрослая поликлиника. Как сообщает Министерство здравоохранения Дагестана, сегодня уже видны первые положительные результаты. Время пребывания в амбулатории для сдачи анализа крови сократилось на 80%. Рак является основной причиной смертности во всем мире. Эта болезнь ежегодно уносит жизни многих тысяч людей. К сожалению, немалое число среди больных составляют и дети. Живи без боли. Благотворительный концерт в поддержку детей, страдающих различными формами онкологических заболеваний, прошел сегодня в Кумыкском музыкально-драматическом театре. Подробности у Карины Баталовой. Живи без боли. Своим названием это мероприятие одновременно и просит, и желает, и даже требует полезно отступить назад. В зале Кумыкского театра общественники, политики и просто неравнодушные. Привлечь внимание людей к этой проблеме – основная цель благотворительного концерта. Всем сводят благотворительность к каким-то жертвам финансовых средств. Но зачастую этим детям и их родителям, которые пребывают на длительном лечении, им необходимо, чтобы с ними пришли, порисовали, поиграли в шахматы. Эти дети очень ждут гостей. Рак лечится. Тому немало примеров. Но цена высока. Это касается и дорогостоящего лечения, и внутреннего состояния ребенка и его близких. Будучи подростком, я сама перенесла онкологию, и сейчас я пытаюсь наладить у нас в республике работу пациентской организации. Я считаю, что именно поднятие этого вопроса, именно популяризация этой темы, она очень важна, чтобы у нас в республике преодолеть этот барьер страха перед раком. Чтобы у нас в республике рак не звучал как страшный приговор, чтобы люди понимали, что рак лечится. Эти фотопортреты сохранили всю палитру эмоций. Здесь и отчаяние, и надежда, и страх перед неизвестностью. Автор фотовыставки «Судьба особого режима» Нурлан Алиев проводит ее уже в шестой раз. С тоской признается, что некоторых героев этих работ уже нет в живых. Некоторые до сих пор борются. А есть и те, кто одержал победу в этом раунде за жизнь. По результатам даже первой самой выставки в 2019 году просто был успех такой большой. Отделение онкогематологии. Был даже переизбыток в этих волонтерах, которые приходили с детьми, начали играть. Помочь детям можно было и поучаствовать в аукционе поделок пациентов детского онкогематологического отделения имени Кураева. Все средства, собранные в результате благотворительного концерта, пойдут на оснащение и приобретение расходных материалов для отделения онкологии. Карина Баталова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. И о спорте. Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей в Болгарии. Там, в Софии, завершился 70-й международный турнир «Странжа». Весит до 91 килограмма медаль «Высшие пробы» команде принес Саддам Магомедов. В поединке за золото воспитанник дагестанской школы бокса взял верх над серебряным призером Олимпиады Василием Левитом из Казахстана. И в продолжении темы бокса. Дагестанские боксеры-профессионалы проведут поединки на шоу RCC. Первый в этом году турнир компании пройдет послезавтра в Екатеринбурге. Важный поединок предстоит обладателю серебряного пояса WBC Зауру Абдулаеву. Его соперником станет опытный колумбиец Умберто Мартинес, который не проигрывал с 2014 года. В активе нашего боксера 10 боев за два года. Он главный претендент на титул чемпиона мира. Поэтому, чтобы продолжить путь, его устроит только победа. В этот вечер на ринг выйдут еще двое дагестанцев. Чемпион мира среди молодежи Магомед Курбанов встретится с аргентинцем Дамианом Банели, а Гасан Гимбатов сойдется с Германом Скобенко. Всего же заявлено 12 поединков. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.